Хочу предложить вам очень вкусный яблочный пирог. Позаимствован он был у Юлии Высоцкой из программы «Едим дома». Для того, чтобы приготовить песочный пирог с яблоками от Юлии Высоцкой понадобится минимальный набор продуктов, но несмотря на это выпечка получается шикарная. Пирог нежный, сочный, ароматный и необыкновенно вкусный. Всем любителям яблочных пирогов непременно рекомендую. Яблоки для начинки лучше брать твердые и сочные, чтобы в процессе они у вас не развалились и не превратились в пюре. После приготовления пирог желательно остудить и убрать в холодильник на пару часов. Можно, конечно, и просто остудить, а затем сразу подать к столу, но когда пирог постоит в холодильнике он становится просто волшебным на вкус. Пробуйте. Мука, 180 грамм. Сливочное масло, 90 грамм, тесто. Сахар, 3 столовые ложки, тесто. Вода холодная, 1-2 столовые ложек, тесто. Яблоки 2-3 штук, крупные. Сахар 3-4 столовые ложек. Сливочное масло, 60 грамм. Лимонный сок, 2-3 столовые ложек. Количество порций, 6-8. Подготовьте все ингредиенты. Насыпьте в глубокую миску муку. Добавьте нарезанное кусочками масло и сахар. Перетрите все руками до состояния крошки. Замесите мягкое тесто, по необходимости в процессе добавляя ледяную воду. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели. В сковороду добавьте 60 грамм сливочного масла и 3-4 ст. Л сахара. Прогрейте пару минут и добавьте нарезанные яблоки. Тушите яблоки до полуготовности, аккуратно перемешивая около 5-7 минут. Форму для теста смажьте маслом и распределите тесто, формируя бортики по бокам высотой 1-1,5 смотри. Сверху на тесто выложите яблоки, без сока, оставшийся от яблок сок понадобится чуть позже. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Затем достаньте пирог и полейте его оставшимся соком. Положите сверху по вкусу кусочки сливочного масла и посыпьте верх сахаром. Отправьте форму в духовку еще на 5 минут. Песочный пирог с яблоками от Юлии Высоцкой готов. Дайте ему остыть, затем аккуратно извлеките из формы и посыпьте по желанию сахарной пудрой. Можно подавать к столу. Приятного аппетита.